Ну вот, welcome, welcome, welcome. Не спойлерите, пожалуйста, в чате, кто знает результат. Flash Wolf против CLG. Я-то всю ночь отсмотреть сейчас не буду, я уже потому что всё здесь. А тем людям, которые смотрят, ну, им просто обидно будет. Вас придётся санными тряпками закидать. И Баннахаммер запустить. Давайте быстренько посмотрим, кто с кем. ЛМС-регион против Норд-Америки. На самом деле, важный матч. Дело в том, что это практически тот матч, в котором будет определяться, кто же займёт третье место. Хотя, нет, подождите, подождите. У Flash Wolf сейчас 6 побед, 4 поражения. У CLG тоже, ой, не 6 побед, а что там получается. 10 игр у нас всего. 5 побед, 3 поражения. И у CLG 5 побед, тоже 3 поражения. А у корейцев 4-4. Да. Ну, тогда я примерно прав был. Всё верно. Это решается, кто из этих команд останется в 2-3 вместо, а кто попадает в потенциальную переигровку с корейцами. Обе эти команды победили корейцев в очной встрече. Обе эти команды проиграли вторую игру корейцам в очной встрече. Поэтому, если корейцы сегодня проходят 2-0, они догоняют одну из этих команд. И это будет переигровка. Вот почему они, кстати, время это перенесли на 6 утра. Я только сейчас осознал это. Чтобы была ещё возможность переигровочку показать нам. Переигровка будет всего одна игра. Сторона будет в зависимости от того, какая была последовательность. По-моему, монетки не подкидывают здесь. То есть, если первая игра была флэш-вульфы синие, а вторая была флэш-вульфы красные, то, соответственно, по очереди сейчас флэш-вульфы снова будут синими. Ну, если они будут играть с корейцами. Я это имею в виду. Но если корейцы сегодня теряют, конечно же, очки, это не обсуждается. Корейцам предстоит с кем играть-то? С супермассивом они уже играли. Корейцам с Европой, получается, предстоит играть. И с Китаем, да? Вчера они с ЛГ сделали 1-1. С флэш-вульфами они тоже уже сделали 1-1. Да, получается, у них, у корейцев остался матч-реванш против Китая. И должна быть легкая прогулка против Европы. Забавненько, забавненько. Так что корейцам тоже не так легко будет набрать свои очки, потому что тут у нас сюрприз мазафака. Надо же как-то победить китайщим. Но Китай не непобедимый. Хоть они сейчас и одолели перед этим турков, но... Этого, в общем-то, все на этом турнире добились, кроме Даршана и команды. Напоминаю, что Даршан и команда вчера сотворили чудо, отыграв 20 тысяч, играя через Калисту на Стиксайе. Я бы сказал, что это Стиксай сотворил чудо, но в послематчевом интервью Стиксай сказал, что вы зря на меня так вот все складываете, что это я все делаю. В реальности меня пилит очень сильно Афраму, а Даршан просто бог тимфайтов. Ну, не знаю, как он там бог тимфайтов, но он абсолютно точно отвратителен на лейнинг фейзе. У нас произошел свап. Причем свап какой-то недоделанный от обеих команд. Даршан решили ЛМС не идти в ломки вышки и оставили Поппи на топе. К Дайву почему-то ЦЛГ решили не подключаться. И в итоге получилось так, что вдвоем стоят ЦЛГшники на топе. Свордарт Роумит вместе с Карсой, а С стоит один на один с Эко. Я немножко удивлен, почему Даршан настолько сильно начала боялся подходить и фармиться, потому что Эзому вообще не должен был мешать. Ну, в итоге все равно он сейчас вышел чуть-чуть вперед по фарму, но мне кажется, у него должно быть порядка 25-30 мопцов сейчас у Даршана, а он слишком уж сильно боялся, что Барт где-то сидит. Барт же, как видите, по карте просто бегает. Вот сейчас только возвращается наверх. Он прикрывать Поппи, чтобы она хоть чуть-чуть пофармилась. Давайте быстренько на пике перейдем. Даршан у нас на Эко. На чемпионате он в основном-то на Эко играл. У него Эко либо Поппи было. Третьего варианта не было дано. Причем в матчапе именно Поппи против Эко Даршан проигрывал постоянно по 30 фарма. Вот на Эко он... О, призраки были. Но на Эко он более-менее хорошо отстоял. Но все линии свои, которые были, по-моему, три раза это было. Вот сейчас четвертый. Иксмитти у нас на Грейсе в лесу, как контра к карцевскому джангл кендретке. Абсолютно нормальный выбор. Мне это нравится. Хухи взял Райза, медленно скелющегося чемпиона. Но чемпиона, на котором сложно ошибиться. Ну, наконец-то, Даршан начал делать. Снял Сенелла Хилла. Самунирспелл. Ну, отлично. Вот как бы так и должно происходить. Голосование 84 на 16. Ну, это связано с тем, что азиаты твиттером не пользуются. И им сложно голосовать. Так вот, Хухи взял у нас капленного чемпиона и играет против Мэйпла на Карме. Карма не является контрой к Райзу вообще никакую. Потому что как только Карма попытается сделать что-то Райзу, Райз может сразу в ответ давать свой проказ по ней. И будет любопытная ситуация, что оба чемпиона просто будут друг другу в щитки бить. Что Карма нажмет щиток сама на себя. Что Райз, сдав проказ, образует магический щит тоже на себя. И они друг другу никакого урона не нанесут. Более того, я бы даже сказал, что Райз в лейте громит Карму. Ну, посмотрим, что будет у нас в этом матче. Стиксай и Афраму получили, наверное, одних из самых стабильных своих чемпионов. Стиксай на протяжении всего турнира играл Люциан. Потому что Кейтлин начали банить с первых матчей и показывал отличную на нем игру. Ну, Афраму это как раз ответочка, когда начали менять. Вот знаете, в некотором роде, почему я зауважал CLG-шников. Они начали свой стиль менять. Как Клауд Найн. Ну, чувствуется вот эта вот школа Клауд Найн. Напоминаю, что эти три команды. CLG, TSM и Клауд Найн, они живут рядом друг с другом. Там, буткемпы у них стоят практически через дорогу. Ну, большие дома. Там где-то на 8-10 комнат. Ну, с бассейном, наверное, не знаю. Там как в США. Ну, в Калифорнии, скорее всего, с бассейном. Каждые вот эти вот большие дома получаются. Ну, вот там же и админы команды, менеджеры команды сидят. И тренера живут вместе с этими игроками. И, помимо всего прочего, запасные также игроки. Ну, и они, конечно же, помимо того, что постоянно скримятся друг с другом, так они еще и общаются, обсуждают стратегии, я уверен. И как итог, вот TSM почему-то, мне на удивление, решили не менять на протяжении всего турнира американского свой стиль игры. Они вот как начали играть от дабллифта, так и продолжали. А Клауд Найны, ну, экспериментировали много вариантов. И от Сники пытались играть, и от Дженсона. Под конец турнира даже начали Боллса снова вспоминать, что, оказывается, Боллсу-то можно дать какого-нибудь керри чемпиона. Пусть он попытается. Ну, и так же самое ЦЛГшники. Они, вообще-то, за весь этот сплит три или даже четыре раза меняли свой стиль игры. То играя от Хухи, то от Эксмити с Даршаном. То вот концовочку начали играть это Стиксая. Но начали играть от Стиксая именно потому, что Афраму поменял свои пики. Он играл очень много игр на Алистаре, Брауме в начале сезона. И только в конце сезона он начал переходить на таких чемпионов, как... Саппортов таких чемпионов, как Жанна, Сарака и Барт. Таким образом, как бы, открывая гигантские возможности для команды. У нас есть возможность играть через... Что это такое? Что это за ульта от Карса? Это, походу, мисклик был ребят. Но на этом мисклике они не умирают. Но понимают, что без ульты немножко стремновато здесь оставаться. Ой, какая ошибочка. У нас, наконец-то, свап завершился. Дошел до логического завершения. Сломалось вышки на топе и Ботлейне. Но Флэш Вульфы-то пошли дальше 4 в 2 пушить. Точно так же, ну, почти 4 в 2, 3 в 1 пошли пушить ЦЛГшники. Но Флэш Вульф мискликнул Карса, ультанул и, ну, ограничил таким образом немножко свой пуш. И получилось, что ЦЛГ переиграли на этом. Плюс Рев Геральда сейчас попытается забрать. Правда, они его отпулили очень криво. Сейчас Рев Геральд начнет просто лечиться. Очень глупо было сделано. Ну, ладно, разберутся. Все, вроде разобрались. Все встали правильно. НЛ пытается застелить Рев Геральда. Попадет сюда ультой. Просто подамажит. Ничего этим не добьется. Все равно на рекол пацаны сейчас уйдут. Давайте быстренько на фарм глянем. В кои-то веки, это, по-моему, первая игра из 9, получается, где Даршан выигрывает по фарму своего визаве. Но это был не свап, ребят. Я просто не понимаю, зачем флэшфульфы изобретают велосипед, когда есть уже проверенные стратегии. Оппонент свапается. Что вы должны делать? Вы должны делать ответный свап. Ни в коем случае не принимать его игру и стоять там. Это связано с тем, что, ну, чаще всего свапают линию, которая умеет пушить. А у вас как раз линия, которая, ну, вроде как сильная на лейнинг фейзе. Ну, так идет. Поэтому и получилось. ЦЛГшники ушли на топ. Люциан с Саракой. Они идеально пушат. А вы как бы не можете им ничем ответить. Ну, что у вас там? Две кушки. А как вы вышки будете убивать? Ну, вот они и проигрывают сейчас. Целую вышку. Да, дали дракона. ЦЛГшники. Ну, за дракона не забрали Геральда. Но целая вышка. Плюс огромный пак мопцов фарма для Даршан. Даршан восьмой левел уже, наверное, приближается к девятому, в то время как ММД. Шестой только недавно был. Вот сейчас седьмой взял. Ну, очень много левела он отстает. И я не знаю этот матчап. Но мне кажется, если Эко начинает уходить вперед, то может немножко зонить Поппи. Немножко, но все же. Там с каждого пака по одному мопцу еще отбирать. Так что я не удивлюсь, что вот эти преимущества в 32 мопца, они начнут, наоборот, подрастать. Ну, и где-то в середине игры, там, к 25-й минуте, мы увидим где-то 50 преимуществ Даршана. И там оно остановится, конечно же. Там уже начнется ротация, и увеличиваться преимущество не будет. Ну, поглядим. Может быть, я не прав. Хорошая Вижен опять расставляет СЛГшники. Забавно вчера интервью послематчевое брали у команды СЛГ, когда они победили как раз китайцев. Перед этим, когда они победили корейцев, у них спросили, и Стиксай все продолжал говорить то же самое, как попугай, что на этом чемпионате каждая команда может победить каждую. Намекал он на то, что в скримах они побеждали и корейцев, и китайцев, и до этого. То есть это не было сенсацией для них. Для вас-то может быть и сенсация, а для нас нет. Ну, и наверняка и туркам они тоже проигрывали. Но все же люди, ну, сомневались в том, что можно победить китайцев. Ой, подождите, не об этом. Карсу почти что убивает. Он на Ешке убегает, но Барс спас своего брата, но не смог защитить себя. А как он... А-а-а, Фрамовская... Ой-ой-ой, Фрамовская... W... Ой, не W, извините, Ешка его зарутила, я так понимаю. Надо бы сейчас посмотреть. Я просто не понял, как в стан попал Свордарт. Но, видимо, так. А это означает, знаете что? Что Эко воспользовался своим телепортом, прилетел, сделал килл, а ММД не смог этим воспользоваться и даже не успеет запушить линию и задонять мопсов и вернуться по фарму. Вот к чему приводит этот момент. Мэйпл, вот он, размен с Хухи. Совершенно ненужный размен. И чуть было Хухи, его не победил. Слитый телепорт еще ММД. Правда, здесь Дрейк апнутый. ММД так идеально даже прилетел, получается. Начали ЦГшники делать Дрейка. ММД летел-то на другой момент. Он летел с Мэйплом сражаться. Даршан смещается сюда внутрь. Придется просто Эксмити играть в Смайт Войну. Посмотрим, способен ли он. ММД выкидывает Эксмити. Не поиграет в Смайт Войну, конечно, когда такое происходит. Но Хухи возвращается в Тимфайт. Начинает дамажить. Ульта пошла. Карса прожимает свою ульту. Защищает свою команду. Она пытается убежать. Но, скорее всего, из-за этого потеряет еще одну просто вышку. Да, вы забрали двух Дрейков. Да, у вас был неплохой сейчас шауткол по теме того, что ММД может прилететь. Сначала, точнее, Лебланк... Нет, не смогут сломать вышку. Ну, ладно. Сначала Лебланк снимает ХП и мана у Хухи один на один. Чудом остается в живых, потому что нажимаем на ММД телепорт и прогоняет Хухика. Но, как итог, как итог, у ЦЛГ Даршант улетел же на топ. Он не мог оставаться здесь. Ух, какой станок. А можно повтор только не этого момента, как умер Барт? Ну, наверное, нельзя. Кстати, 1-0 у нас только лишь. Я что-то как-то не заметил, что ребята не очень активно по киллам работают. Только первый был килл, как раз, сделанный на Барде. Да что у них-то с отпулом сегодня? Все как-то далеко. Бафы и драконов отпуливают. И получается, что они отхиливаются. Даже этот Дрейк отхиливаться пошел. Так, ну, Хухи забирает себе синий баф. И мы видели, как много урона он уже по Мейплу наносит. Так что он вполне реально может Мейпла убивать один на один. Поэтому у них одинаково. Там кодекс собран у Мейпла против капли Хухи и оба с Ро А. Ой, Даршан хотел здесь синий подкоммунизить, но коммунизм от него был не очень. Да. Вообще, CLG и Cloud9 это самые американские команды остались на ЛКС. Ну, кто не знает внешне, может быть, и Ксмити выглядит азиатом, но он изначально, как бы, все равно американец. Хухи это единственный у них иностранец, получается. Стиксай, Даршан и Афрамо, они тоже американцы. В Cloud9 Дженсен не американец. Хотя из-за того, что он уже целый сезон там отыграл, официально он теперь тоже является американцем. Rush тоже является американцем уже, но все же, как бы, его я бы не хотел признавать, даже если он там пять сезонов отыграет подряд на ЛКС Америки. Все равно не хотел бы его признавать американцем. Все же, ну, корейские корни у него не отобрать. Как бы, с Дженсеном, как к Бьерксону надо относиться, просто, ну, европеец, который, можно сказать, натурализовался. Все же, корейцы остаются до мозга костей корейцами и дальше. А вот европейцы, натурализовавшись, они, в некотором роде, становятся уже американцами. Не очень тут красивый момент для Эксмити. Классная ульта от Барда. Эксмити, скорее всего, умрет. Афрамо не успевает нажать и его спасти. Что будет делать Хухи? Отфлэшиваться только будет. Ох, вот это вот Бардовская ульта. То, что надо. Помните вчера Бардовскую ульту от Афрамо, которая сливала катку против команды СКТ? Как я его ненавидел вчера за это. Когда он умудрился застанить своих игроков, которые убивали уже врагов. Там именно он застанил Даршана своей ультой и не дал добить 0 хп банга. Это был момент опасный. А вот здесь Бардовская ульта была кинута идеально. Поймали Эксмити. Да, не надо было делать придумывание Тауэрдаевы. Тут же пошла Бардовская ульта, которая попала в Стикса и Афраму. Главным образом в Афраму. Потому что отхил весь работал от Афраму. И Афраму как только вышел из ульты тут же ультанул. Но, к сожалению, спасти не смог Эксмити. Ну, не страшно. 1-1 стало по киллам. Плюс 3000 все равно за команда ЦЛГ, потому что по вышкам они ведут шикарно. Плюс фарм у них есть преимущество на Топпере и Адекере. Это за счет свапа как раз было сделано. У мидеров примерно одинаковый фарм. Там 10 мопцов разница незначительная. Но вот Джанглер то, что проигрывает странно. Ну, вроде Эксмити даже хорошо ротацию по лесу делал. Но сейчас вот как-то маловато фарма у него осталось. Могут ли ЦЛГ выиграть турнир? Ну, однозначно можно сказать, что могут. Кто бы что ни говорил, по мне, у большинства команд сейчас, наоборот, силы это в Б100 в 5. Как мне кажется, вот в Лиге Легенд это немножко поменялось. Что? Сейчас я вам объясню. Есть такая тема. Она еще идет с первых там турниров по Доте, по Варкрафту. По Доте первая, конечно же, имею в виду. По Варкрафту, по КСу. Что аутсайдеры более слабые команды. Им выгоднее играть в Б100 в 1. Потому что чудо может произойти везде. Но вот чем больше я смотрю Лигу Легенд, тем больше я понимаю, что аутсайдерам как раз хочется играть в Б100 в 5, в Б100 в 3, а не одну игру. Потому что на одну игру, одну стратегию 100% отыграть, лидеры смогут. А вот после этого они могут получить эти же лидеры, баны этих чемпионов, и вот подготовить две стабильные, три, пять стратегий против команды, даже аутсайдеры, это уже проблематично. И тебе надо будет на индивидуальном скиле уже тащить. А это не так просто. То есть тебе надо реально быть на голову выше. Тогда ты делаешь там 3-0 над оппонентами. Особенно если команда, хоть и аутсайдер, но она мыслящая. Проиграли Азиру. Не придумываем ерунду такую. Ой, мы проиграли не Азиру, а вот мы проиграли, потому что у них был Алистар. Какой нахрен Алистар? Нас Азиру убил. Азира баним, все, никаких проблем. Или придумываем к нему контрпик. А можно и забайтить оппонентов. Они могут пикнуть Азира, а вы чистый контрпик или стратегию к нему берете. Играете через жесткий сплит-пуш, они уже ничего придумать против этого не могут. Так вот я веду мысль-то к чему. К тому, что у ЦЛГ больше шансов флэш-вульфов выиграть не вот в таких вот по БО1 на игре, а именно в БСО в 5. Ну, и как бы эти команды как раз и готовятся к такому. Потому что чемпионов-то все играют очень хорошо. Есть какие-то оригинальные пики. Ну, битву будет давать. А, ульта Барда пошла. Хотят очень битву. Да, это ошибается. Свордарт не дает свою шикарную ульту. С другой стороны, подходит ММД, но попадает Сайланс от Сараки. Сарака выхиливает Стиксай. Стиксай все еще жив. Но не может найти себе киллов. Ой, как все плохо у Стиксай. Он не мог найти где повоевать. И это, по-моему, развал. Эксмети подходит, но очень поздно. Даршану приходится тоже убегать. 4-2. И это еще повезло, что Свордарт не дал кушку прямо из своей ульты. Свордарт выдал нам Барда, знаете, нового уровня. Потому что Свордарт на этом чемпионате не играл еще Барда. Напомню, он играл только Алистаров, Трэша. И какой-то чемпион от него был просто отвратительным. Моргана я вспомнил, да. Просто отвратительные билды. Это тот самый Моргана, Монореген, желтые руны на Моргане. И плюс 300 хп в мастерках. Вот если бы он здесь кушку выдал, мне кажется, сразу был бы развал команды ЦЛГ. И к смете выдал кушку, начал отступать. Его потом выкинули, да. Даршан убил Поппи. А, ну тогда хоть какой-то килл сделали, я не заметил. Даршан молодец. Килл на дыбл для команды. В то время как НЛ через Ешку запрыгнул и достал такие до Стиксая. Стиксай говорит, что... Ну, тоже, кстати, в вчерашнем интервью это было сказано. Когда ему спросили, что его удивило, или чем отличается игра здесь местная от районных игр Америки, он сказал, что его удивляет, что здесь все норовят его зафокусить. Ну, кто-то скажет, что это за глупый ответ. Это как бы логично. Адекерри надо фокусить. Но он имел в виду, что половина Адекерри, включая того же самого Вукса из китайской команды, включая Банга из СКТ, включая НЛа даже, они его фокусят тоже в тимфайте. И это довольно забавно, то есть он говорит. Ну, потому что так в Америке не играет. В Америке играет, ну, по стандарту, ну, как и во многих регионах. Стандарт заключается в том, что Адекерри саппортом ему помогает. То есть, получается, как танк плюс джанглер пытается убить Адешника, если у вас мидер не ассасин, а АОЕшник. При условии, если мидер не ассасин, а АОЕшник, то мидер занимается просто АОЕ дэмэджем, танк плюс джанглер пытается убить Адекерри, но не до этого. Подождите, Даршан на ловит, Даршан на ульте возвращается назад, возвращает много себе ХП, Сарака его пытается вылечить, но недостаточно у нее возможности это сделать. И в итоге надо отступать. ММД гонится за Афраму, но сможет ли он догнать Афраму? Хороший портал, но никто на него не нажимает. И остаются в живых CLG еще пока. Стиксай пытается поддамажить Карсу. Ульта пошла, и Карса без даже своей ульты остается в живых. ММД все еще обходит. Не хватает пока сустейна команде CLG. Они не могут в тимфайтах нормально повоевать, но мне все равно нравится их лейтгейм. Главное не терять вот этот вот дух. А дух они не теряют. Я думаю, они примерно понимают, что равенство сейчас по голде идет. А как видите, они даже идут плюс тысячу золотых. Потому что вышку только сейчас смогли наконец-то объект сломать. Первый флэш вульф. И с тех пор... Ооо, вот это интересно. Идет телепорт от Хухи. Он доджет. Вцепляется в Карсу. Он наносит ему достаточно урона. Это минус Карса будет, конечно же, после всего... Причем в соло. И Даршан также прилетел. Кидает Ешку. Цепляется ли за Инелла? Нет, не цепляется. Прыгает на ММД. Подзамедляет его. Но он получает и свое замедление. И CLG возвращает вышку назад. Быстренько подпушивает линию. Ай, Афраму, а где же лечение? ТР нажми. Ну что ж ты такой? Стиксая ваншотает Энел. И Стиксая говорит, что-то здесь, пацаны, не моя игра совсем. Либо он переоценивает силу Афраму. Он пошел Ешнулся вперед пострелять. В итоге Энел сорвался и сделал Ешку в него в ответ. Две автоатаки, Кушка. И ваншотнула вон. Этот повтор неинтересный. Смотрите, вот смерть Стиксая можно увидеть. Потому что я не знаю, почему Афраму не нажал Эр. У него была Иер. И Хилл он вообще нажимал. Давайте смотрим. Вон еще одна Кушка. Не, Афраму вообще не лечит. Посмотрите, он никого не лечил все это время. Вот сейчас полечил Стиксая. Сейчас Ешка от... Не, ну это репорт. Не, это репорт Афраму. Он Хилл дал по хухе, а Эр вообще не нажал. Это ошибка Афраму. Грубейшая. Причем. Ульта от Барда пошла. Не задевает Сараку. Сарака перефлэшивается. Ну, он не задел Сараку. Она к стенке подошла. И после этого она перефлэшилась, увидев, что ММД со спины пролетел. Телепорт был потерян командой Флэш Вульф. На Шор заваржен командой ЦЛГ, так что не рискуют они потерять резко на Шора. Ну, я вернусь к мысли. Как обычно тимфайты проводятся, что вот как раз Мидер АОЕшник просто наносит много АОЕ урона. Если Мидер Ассасин, то он идет убивать АДшника, либо АПшника оппонентов. А топпер с джанглером, они чаще всего садятся на саппорта плюс АДКерри. Ну, и, соответственно, оппоненты делают то же самое. И как-то вот привычное сражение, получается, 2 на 2 саппорт с АДКерри защищается от топпера плюс джанглера. Ну, а Мидеры, они вот как раз и вносят вот этот резонанс. Кто АОЕ наносит урон, кто Ассасингом, и тогда легче убить АДшника или сложнее. Здесь же, говорит Сиксай, что что-то все абсолютно его пытаются убить. То есть даже АДшник, даже саппорт, просто все массово игнор. Ну, мы не исключаем ситуацию, что когда есть возможность убить АДшника, все и должны убить АДшника. Но он намекает, что даже когда нет таких ситуаций, они все равно идут меня убивать. Наш Шора решает делать СЛГ, но вы будете по вардам это делать, и как-то пофиг. Даже автоатаку дали, но Карса забрал уже Дрейка. Не смогли СЛГшники спровоцировать флэшвульфов туда забежать. Просто постояли, флэшвульфы кинули свой синий тринкет, увидели, что ни черта СЛГ там не делают. Чистый блеф. Просто забрали третьего Дрейка. Ну, три Дрейка против одного еще не так страшно. Да, скорость передвижения для Барда, Эза и Кармы. Это очень хороший бёрст по подъему сил, но команда СЛГ все же есть у них дополнительный дэмэдж. Одного Дрейка они взяли, этого пока для них достаточно. Плюс оттянули 5 Дрейков, по сути, за 35-ю минуту. Даже дальше это получается 33-39. Да, это почти за 40-ю минуту оттянули 5 Дрейков для команды флэшвульф. А к тому моменту будут фулл билды, и там уже, мне кажется, СЛГ начнут разрывать. Потому что Карма, хочешь не хочешь, должна начать сейчас проседать. Дело в том, что Карма крутится вокруг Паука. Паука-то, конечно, круто, но как за счет этого Паука преодолеть отхил, который выдает Сарака, не совсем ясно. Даршан ультует, остается в живых. Карса тоже ультует, и за счет этого остается в живых. Такой вот интересный мир. Афраму продолжает не ультить. Я не знаю, что за яйца у этого парня, но не ультить даже в такие моменты. Это надо мочь. Синебаф забирает стикса, идет просветка от команды СЛГ. Они видят, что здесь на шорта апнутый, и можно его забирать. Ушел на рекол Даршан, у него есть телепорт. ММД ловится хухиком. Ой, ММД большие проблемы, ему надо как-то разбираться с ним. Пытался застанить хухи, не получилось. В трех местах сразу происходит сражение. Эка только сейчас нажимает телепорт, а Карса, который был без ульты, умирает. Стиксай находит Свордарда, убивает его. Свордард хоть и ультует в него в отдельности, но этого не хватает. Даршан отзонивает за счет своих хомгардов сразу трех игроков команды. Флэш Вульф, и они не могут отомстить за Карса, не могут отомстить и за Свордарда. И это, по-моему, открытый нашор для команды СЛГ. Ну, нельзя было так Флэш Вульфом фэшчекать. Я понимаю, что они потеряли Вижен, и нужно было как-то туда заходить. Но явно это должен был делать не Карса, у которого не было уже ульты. Ой, пошла ульта, ММД, выкидывает, кого выкидывает? Выкидывает хуйки на Шора, забирает такие Стиксай. Но Сорака при этом умирает и решает СЛГшники отступить. Одного игрока потеряли, ничего страшного, 1200 голды все еще преимущество набрали за счет этого на Шора. Ну, а вообще 1500 на всю команду набрали. Просто потом 300 голды Сорака отдала. Сорака у нас пошла в Локет, в Локет и пошел Свордарт, правда, он еще до него не добрался. Отстает. И... Все будет крутиться вокруг ММД, получается, и Эза. Если ММД сможет добираться, создавать тот самый крауд-контрол, который нужен команде Флэш Вульф, чтобы удерживать Стиксай от урона, или Райза от урона, то тогда, как бы, Эз сможет распоукать и всех убить. Просто все крутится вокруг поука, но, блин, здесь Афраму с хилом, хоть он немножко тут уже и провафлил пару раз, не успевая похилить нормально своих пацанов, но нельзя забывать, что одно дело провафлить, и другое дело иметь просто лучший пик. Ну, ЦЛГ идет уверенно к победе, а это означает, что именно Флэш Вульфам придется переигрывать с корейцами свой матч. А были ли они вчера близки к победе? Ну, может, и не придется, если корейцы не одержат победу над китайцами сегодня, тогда как бы Флэш Вульфы занимают... Забавная та ситуация, они просто... Флэш Вульфы занимают третье место, ЦЛГ занимает второе место. При этих условиях получается у нас, что перегровку никто не будет играть. ЦЛГ просто с Флэш Вульфами будет играть свой Best of 5. Стан прошел, но он не очень удачный. Классный X-Mitty dodged все. Можно воевать с Сайленсом, Сараки просто шикарно. Доршан приходит, делает Стан. Ой, какое ужасное место для файта у команды Флэш Вульф. Сарака просто будет лечить игрока за игроком. Ух, отступает Флэш Вульф и понимает, что это какая-то чушь. Здесь воевать нельзя. Но отступили они, чтобы пополкать. Вот наполкали и у них получилось. Доршан, правда, через ульту возвращается с фулл ХП. Карсов прыгивает, пытается убить. А Фраму у него это получается. Сиксай очень бит и залезает в ульту Карсия. Хиляется на ней, хоть где-то нашел себе хил. И вот он Мэйпл бесполезный. Карма. Так себе, мне кажется. Ой-ой-ой, Доршан. Я думал, он знал, куда ушел. НЛ, я думал, он его сейчас убьет. 8-8 он остался, счет по киллам. Но этот файт минус 3 для Флэш Вульфов. И только минус Афраму. Прилетает. О, боже, вот эта скорость. Хухи прилетает. Ваншотают быстро. И непринужденный ММДшник. Он, конечно, не может выдерживать такую запал урона. И остается два игрока у команды Флэш Вульф. Воскрес только что. Ой, Сфлэша цепляет. А НЛ его убивают же. Да. Слушайте, его можно будет... Да, это конец. ЦЛГ побеждают. Ну, не смогут. Тут воскреснет сейчас Карса. Но он будет один. Нет? Боятся, боятся ЦЛГ. Это отступление уважухи. Я бы это так назвал. Реально испугались. Двух игроков появившихся. Карма там появлялась чуть попозже. Вспоминает, конечно же, ЦЛГшники. Как они залили игру против корейцев. И решили, что зачем нам нахрен это надо. У нас тогда было 4 Дрейка. А мы решили с Нашором пытаться заканчивать игру. И умудрили все запороть. Дрейка забирает без Майта. Пришел телепорт от Мэйпла. Ой, не Мэйпла, извините. ММД. Но я не знаю, зачем он вообще прилетел туда. На что он рассчитывал. Просто просрал свой телепорт. Как играть флэшфульфом вообще? Ну, у них отвратительный тим комбо. Давайте признаем. Я не удивлюсь, что Мэйпл даже на карме наносит огромное количество урона. Я не удивлюсь, ребят. Но вот этот, конечно, момент. Даршан улетел. Это байт, что Даршана здесь не будет. Но он через свою ульту возвращается назад с фулл хп и фулл маной. Под хомгардами. И, казалось бы, ситуация, где мы должны выигрывать 5 в 4. Сказали флэшфульфы. Они снова сражаются 5 в 5. Только Даршан на этот раз уже. Хоть и без ульты. Но фулл хповые и с маной. Как с ним воевать, не совсем ясно. Тимфайт год и вправду. Нет, карма не наносила урона. Смотрите. Да, ребят. Это карма, детка. Первая, по-моему, игра, где Мэйпл ни хера не делает. А я его назвал лучшим. Ну, у Стиксай тоже была на этом чемпионате отвратительная игра. Его северку против турков мы не забудем. Несколько соло отдач. В соло он умер, я помню, от Ачу. Два раза. Люциан убил северку в соло. Ну, и вот здесь Мэйпл по статам-то выдает неплохую игру. 300 фарма на 34-й маловато. Но тут много экшена. Так что 300 фарма для всех тут хороший показатель был бы. Тут только один игрок перевалил за 300 фарма. Как раз таки Стиксай. Плюс статистика 1-1-5. Айтемизация неплохая. Но дэмэджа нет. Ульта попадает в хухи. Но в хухи есть га. Вообще не страшно. Даже не попадает барднево кушка. Идет телепорт от Эка. Эка сейчас где он? Вон он сверху пролетел. Ну, не получилось подсиджить. Эзо очень много паука выдает. Под защитой кармы. То есть, получается, Эзо агрессивные Ешки дает в оппонентов. Карма дает на него щиток. И одновременно с этим свои тоже кушки покидает. Даршан с флеша. Не-не, просто через Ешку ворвался. Я думал, он с флеша будет делать свой врыв в эту W. Но нет. Ой, у нас здесь сражение топера с Эксмити. Эксмити теряет свой хекс-дринкер. Ну, точнее, это Маламортиос. Отфлешивается Афраму, нажимает хил. Даршана зацепляет. Гонятся. И одновременно еще с этим за Эксмити. Эксмити идет к своей команде. Цепляет они ММД. ММД отфлешивается. И чудом остается в живых. Если бы не флеш, его бы там забодали. Но флешнулся поближе к карме. Та нажала сразу щиток. И поняли, что СЛГ безнадежная ситуация. Его там уже не убить. 9-10. 9 тысяч преимуществ у команды ЦЛГ. Но, мне кажется, они уверенно уже потихоньку отбирают куски торта. Отрезают, можно сказать, от флешвульфов. И скоро этот торт они полностью съедят флешвульфом. Но не хватает мидера в этой игре. Кто должен был быть? Хороший АОЕшник. Мне кажется, покер здесь не нужен. Здесь нужен был хороший АОЕшник. Годилось Лиссандро. Ариана. Ну, конечно же, Азир. Но Азир вроде был забанен. И это должен был быть АПшник однозначно. Потому что 3 АДКерри, по сути, у команды флешвульф. Ну, не АДКерри. 3 АДшника. Поппи. Кендредка. Так, идет телепорт от Райза. Райз прилетел со спины. 4 игрока цепляет Райза. Но при этом Свардарда убивают. Хухи-то еще жив. И его все еще не убили. Сарака бежит его лечить. Да, это конец, ребят. Даршан останется здесь в живых. Он сейчас ультанет. Вернется назад. Стан прописывает. Какая шикарная ульта была Даршана. Он на свою же W вернулся через свою же ульту. И остался в живых только Карса, который как раз и ультил. И убежал из своей собственной ульты, как трус. И НЛ без ХП. А здесь у нас падение последнего Олимпа. И можно просто идти заканчивать. Хухи уже начинает бить Нексус. Или Ингибитор сриспавнился, да, судя по всему. Хухи пошел убивать. Пока быстренько Ингибитор добивает Эко вместе с Тиксаем. Добили. И вот теперь можно заканчивать. 9-13. Заслуженная победа ЦЛГ. Мидгейм они продержались. Они Эрли выиграли. Мидгейм продержались. И дальше Пукс, этап против Сараки. Нет. Просто нет, ребят. Нет.